Добрый день! Хотелось бы ответить еще на один очень интересный вопрос. Честно говоря, я долго разумывал, стоит ли вообще его зачитывать, но потом подумал, что, наверное, все-таки стоит, потому что многих людей в достаточной степени может интересовать ответ. Здравствуйте! Спросил у своей девушки, кого она может назвать идеальный муж. Я получил весьма неожиданный ответ. Девушка потом сказала, он полностью должен окутывать меня нежностью. А как же отточенная техника, незабываемый оргазм и сексуальное изощрение? Спросил потом. Я недоумевая. Не знаю. В этом плане пусть он будет совершенно обычным. Но я хочу, чтобы он дарил мне столько нежности, чтобы я могла купаться в ней, и это делало меня такой счастливой. Для нас, для девушек важна эмоциональная и душевная близость. И если на одной чаше весов будет любовь и нежность, а на второй талант доставлять за улучшение сексуального удовольствия, то женщины без раздумия выберут первый вариант. Идеальные мужья именно те, кто любит нас и кого любим мы. Так вот, как стать таким мужем? Это для меня очень важно. Почему женская природа такая непостижимая? Как научиться ее понимать? Заранее спасибо за ответы. Знаете, как в анекдоте. Мужская логика всегда правильная, но женская интереснее. Просто посмотрите, как поставлен сам вопрос. Либо, вот мир перевернулся. То есть, секс противопоставляется нежности. Причем девушка в данном случае, интересно, чтобы столько, говорит, было нежности, чтобы я могла в ней купаться, раскупаться, чтобы вот хватило мне на себя. Послушайте, во-первых, никогда такого не будет. Вот сколько нежности там не давай, сколько внимания не выделяй, сколько денег не приноси в голову, сколько каких-то приятных минут не доставляй, понимаете, никогда не будет этого достаточно. Всегда будет хотеться большего. И здесь не ставится, обратите внимание, вопрос, что хочется жертвовать ради себя. Мы любим того, кому мы могли бы приносить приятные минуты, кому мы могли бы много давать тепла. А здесь ставится вопрос наоборот. Значит, девушка говорит, что тепло должно быть мне. Вот того мы, собственно говоря, и любим. И очень интересно здесь с точки зрения мужчины вот это разделение на секс и не секс. И вообще вот чувственность противопоставляется каким-то проявлением заботы, если я правильно в данном случае понимаю. Но давайте обратим внимание на то, что отношение людей вообще в принципе это не только отношение к телу удовольствия или какие-то сексуальные наслаждения или нежность. Это взаимодействие прежде всего душ между собой. Именно взаимодействие душ приводит к любви, к настоящей. И в данном случае каким-то образом противопоставлять одну чувственную часть другой чувственной части совершенно неправильно. Надо смотреть как бы гораздо выше в данном случае. Что объединяет этих людей? Что они считают за любовь? Знаете, раньше была такая пословица. И уж конечно, знаете, не мог ставиться, например, так вопрос, что ищи жену не в огороде, а в публичном доме. Сколько она может тебе дать там чувственных каких-то минут? Так что хотелось бы вот так вот ответить вопрос и призвать, кстати говоря, к тому, чтобы рассматривать свои отношения не в чувственной плоскости, а в более высокой плоскости соединения душ, общих каких-то стремлений этих душ к единым целям и созиданию друг друга. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok